Девушки отдыхают И выбирать самую красивую невесту Вы уж, конечно, извините, но никто не будет этого терпеть Свадьба без драки, как еда без соли Хозяин ресторана как нарочно разместил в одном зале ресторана две свадьбы И получил эпическое сражение Разгоряченные войны бились даже дверями Кто за это будет платить, решит суд У нас все сотрудники обучены Они обучены у вас Подождите, дайте мне, пожалуйста, сказать А люди погибли Супружеская пара погибла во время схода лавин Можно ли было предотвратить их смерть? Что делать пенсионерам, которые потеряли единственного сына? Заставят ли они турфирму заплатить за халатность? И почему вообще я здесь должен находиться? Мените овощи, не парят глубоко Ответчик, вы здесь находитесь, потому что не умеете уважать чужую собственную Вы не понимаете, что ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека Квартиранты пользовались частным домом и землей шесть лет Выращивали овощи, которыми питались всю зиму Что делать, если посредине лета хозяйка продала дом? Как оценить труд и с кого получить стоимость урожая? Истец требует возмещения материального ущерба, возникшего в результате массовой драки на свадьбе Ответчики с иском не согласны Считают, что драка была спровоцирована работникам ресторана Прошу всех встать! Прошу садиться Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску о возмещении материального ущерба, возникшего в результате массовой драки На свадьбе в размере 150 тысяч рублей Истец Погосян Давид Гургенович Ответчики Ситников Андрей Григорьевич и Калинин Борис Артемович Так, истец, пожалуйста, объясните нам, на чем вы основываете свои исковые требования и обстоятельства иска Вот сейчас и поговорим Ответчик, я вам слово давал? Извиняюсь Ваша честь, эти двое, два жениха устроили просто ужасную драку в моем ресторане У меня в ресторане два зала и вот два ответчика сняли по одному залу на свою свадьбу И накануне свадьбы прям в ночь один из залов залило горячей водой И просто там нельзя было гулять, все было в воде, потоплено Я позвонил им обоим и предложил кому-то отказаться от услуг Предложил? Да, я предложил Я бы это за уговаривали Я предлагал им вернуть деньги, я предлагал им за то, что они арендовали у меня зал Они оба отказались, но я понимаю, это был прям канун свадьбы Вы договор предварительно заключали? Конечно, мы все заключили, я готов был по договору Передайте, пожалуйста, через судимый пристав договор Пожалуйста Так вот, и мы договорились со всеми, пришли к обоюдному согласию сыграть две свадьбы в одном зале Зал у меня большой, мы разложили, расставили столики по разным столам зала И вроде бы все должно было пройти хорошо Вашу сесть могу сказать? Нет, пока не можете Непосредственно в момент свадьбы я сам присутствовал там Я встретил всех гостей, рассадил, убедился, что все вроде бы... Что ты врешь, ты свалил, ты свалил в первые две минуты Я делаю вам замечание, отвечу В следующий раз оштрафую Либо будете порядок судебного свидания соблюдать, либо пополнять бюджет государства Продолжайте здесь Так вот, я убедился, что все пришли, все расселись по местам И я уехал, да, действительно по своим делам Но у меня в ресторане осталось несколько официанток, повара Вот, и спустя где-то часа три-четыре мне позвонила официантка, вся в слезах кричала Я слышал шум, она говорит, здесь ужасная драка, гости дерутся стенку на стенку Вот, кстати, предметы с моего ресторана Все было разбито, стаканы, стены в соках Они дрались стульями Один я видел, даже когда я уже лично приехал в ресторан Я сразу сорвался, приехал Один из их гостей, он разбил головой дверь в туалете А дверь была очень классная Из красного дерева дверь делал мой друг ее Так вот, он разбил дверь и он снял оставшуюся часть двери И начал этой дверью гонять всех гостей по залу Ты знаешь, что ты делал? Крушить все Этой дверью бил по-твоему Это мода Штраф тысячу рублей обоим ответчикам У вас ущерб зафиксирован? Конечно, я уже вот сделал смету, у меня проводится работа Передайте через судебный пристав, пожалуйста Так по каким причинам драка произошла? Пожалуйста, ответчик Здравствуйте, Ваша честь Добрый день Действительно, как и сказал этот гражданин Дэвид Гургенович Мы праздновали банкет в его хваленном ресторане Сиван Нам обещали полный праздник под ключ Вот у нас есть счет Мы обещали нам хорошие закуски, хорошие основные блюда, десерты И все это было? Да, алкоголь, украшения зала и услуги тамаде Все, мы это подписали, все мы об этом узнали Ровно за день, когда у меня невеста была уже в гостинице К ней уже ехал парикмахер, стилист Мне вот звонит вот это вот лицо И говорит о том, что, к сожалению, у нас прорвало трубу в зале Естественно, ну, мы начинаем паниковать, потому что свадьба, как бы, раз в жизни бывает И думали, что делать, искали решение Нам предложили перенести, в принципе, свадьбу Естественно, этого быть не могло, потому что у нас и в фотосессии, и в зале А куда ты перенесешь? Все было наказано Вот сказали, что есть второй банкетный зал, где как раз-таки Боря праздновал свой тоже банкет со своей семьей Нам предложили объединиться, да, объединились Хорошую скидку сделали Да, скидку сделали Вы согласились с условиями, которые вам предложил истец? Да, да Но это устно было Неважно Дополнительно мы договаривались Условием у нас предлазка Вы признаете, что вы на эти условия согласились? Да, с условием Дальше что было? Ну что, мы сели слева, вторая семья справа Сидели, выпивали, ели, все было в порядке У нас был тамада Второй был тамадад уже Как его звали? Тигран Тигран Вазген Тигран Какие-то конкурсы проводились То есть, ну все было цивильно, мирно Все люди, все вроде как бы вошли в ситуацию Кстати, вот этот Тигран, он был нашим тамадой Да И на него была сделана очень большая скидка В счет заведения От хозяина, от хозяина забегаловки То есть, на вашей свадьбе был тамада предоставлен истцом Да, у меня был свой, у меня коллега Я еще уверен, что это родственник, который еще и на нас заработал Это не так важно, расскажи, что там вообще произошло Все это важно на самом деле Ну давайте ближе к делу, что там с тамадой это не так было То, что тамада через какое-то время Наш тамада и его родственник, как хотите Он предложил объединиться Двум свадьбам и проводить совместные конкурсы Мы со скрипом в душе Ладно, разрешили, но через какое-то время Не, ну в принципе он начал выходить Со скрипом, но разрешили Сначала было все нормально То есть, там, самый веселый свидетель был Кто кого перетанцует Ну, по стандарту То есть, ничего такого не было Но когда он уже начал переходить все рамки И выбирать самую красивую невесту Вы уж, конечно, извините, но никто не будет этого терпеть А еще и когда самую домовитую тещу Или самую там хозяйственную свекровь Конечно, этого никто не стал терпеть Вот, был конкурс на поедание на быстроту яблока Я Борю проиграл А ведущий это прокомментировал Типа, как там Каков едок, таков и мужичок А у меня был Ленька, это мой свидетель Ну, бывший ВДВшник Ленька, конечно, не выдержал И резал вашему Тиграну Хорошо, просто я ему денег уже заплатил Тигран, он прекрасный тамадан Он 8 лет работает в моем ресторане Бездарнейший он, Тамада, бездарнейший Его весь город знает И все его... Кто его знает? У тебя на районе его знают или где? У него заказов на полгода вперед Сколько? Три в месяц? И ты защищаешь, что это нормально? Все хотят, чтобы он проводил свадьбу Так что он очень веселый Ни одной рекомендации не было Он энергичного, Тиграна Ну почему-то вы согласились на него Потому что выбора не было Скажите, вот вы считаете, это нормально, что Тамада проводит конкурс на выбор лучшей невесты? Ну это, да, наверное, ненормально Признаю Признаете Хорошо, ответчики, продолжайте дальше Ну а что, там уже дальше началось Ну через пару минут после этого конкурса все там полное месиво Друг на друга И, кстати, то, что говорил хозяин ресторана Со стулом как раз бегал ваш Тамада Да, ваш Тамада Конечно, он мне потом рассказывал Вы видели его глаза, как он бешеный с этой табуреткой бегал и все крушил Вашу посуду и вашу мебель А, а я то есть здорово сейчас здесь стою, да? Ты вообще знаешь, что со мной было вообще? Ты вообще в курсах? И это вы виноваты То есть, ответчики, ответчики, вы подтверждаете, да, то, что Да, началась дорога Гостями вашей свадьбы, вашей, вашей в итоге причинен ущерб По заведению истца Да, действительно, это так, но это было не по нашей вине Вы полицию вызывали после драки, во время драки? А скажи, как ты нас успокоил? Вообще, я как только пришел в ресторан, вот я увидел всю эту ужасную картину Там дралось человек 40, наверное Они просто все крушили Я снял шланг для пожарной, в общем, который работает от пожарки Ну и начал водой всех вытеснять на улицу Там дралось не 40, 39 Один там дрался, там, отдал Да, я здесь открыл шланг и просто всех напором воды вытеснул на улицу Ну потому что я хотел хоть что-то спасти Там был полностью кавардак, все вот так было Стулья, столы, двери, все Потому что можно нормально брать Станал в инюхе В полицию не обращались, даже после установления суммы ущерба В полицию не обращались Так, что у вас там? Ваша честь, да, примите наши документы Это счет получается Это судмедэкспертиза и договор Счет договора Перелома Передайтесь, пожалуйста Спасибо Судмедэкспертиза по поводу чего? Перелома По поводу полученных вами травм Они сами там дрались, сами себе связали Ты знаешь, как это все было? Вы встречный иск о возмещении вреда здоровью заявляете? Ну, сейчас пока нет По итогам решения Понятно Так, это смета, да, на проведение банкета Услуги тамады 10 тысяч рублей А я еще им скидку сделал Из-за зала затоплено Это вообще никаких денег даже не стоит Вы как свиньи Свиньи? Да, конечно Так, хорошо Есть что-то добавить еще сторонам? Нет, у меня все Я просто требую Тут удаляется для принятия решений Далее в программе У нас все сотрудники обучены Они обучены Обучены у вас Дети Дети А люди погибли Смерть детей еще труднее пережить Если понимаешь, что виновные не понесли наказание Возможно ли добиться справедливости? И поможет ли иск против туристической компании избежать новых жертв? И почему вообще я здесь должен находиться? Меня эти овощи не парят глубоко Ответчик, вы здесь находитесь, потому что не умеете уважать чужую собственность Вы не понимаете, что ваша правовая свобода заканчивается там, где начинается правовая свобода другого человека Картошка и морковка, кабачки и тыквы Для обеспеченных людей просто дешевые овощи А для людей, живущих в деревне, вся жизнь Кто победит в битве за урожай на спорной земле? Оглашается решение суда Посмотрим Суд, рассмотрев материалы дела Оценив все доказательства, собранные по делу в их совокупности Установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора Решил первоначальный иск удовлетворить В смысле? Взыскать с каждого из ответчиков счет компенсации материального вреда по 75 тысяч рублей Суд удовлетворяет первоначальный иск, поскольку в соответствии с заключенными договорами на проведение свадебных банкетов Каждый из ответчиков, как заказчик банкета, обязался обеспечить сохранность имущества истца И по окончании банкета привести помещение кафе в надлежащий вид Обязательства в соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации у нас должны исполняться надлежащим образом И односторонний отказ от исполнения обязательств у нас не допускается А как же клиент тебя прав? Таким образом, каждый из ответчиков принял на себя материальную ответственность за сохранность имущества принадлежащего кафе на период проведения банкета Во время проведения банкета и за прошедшей массовой драки имуществу истца был причинен ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей Ущерб был причинен действиями гостей, привлеченных лиц с обеих сторон Поэтому суд взыскивает с каждого из заказчиков, пользуясь в счет возмещения ущерба по 75 тысяч рублей Решение суда понятно в сторону? Да, спасибо Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Я абсолютно согласен с решением суда Я на 100% был уверен в том, что я выиграю Все факты налицо Я предоставил документы Парни устроили драку Их гости устроили драку Разбили мне много вещей в ресторане Поэтому я абсолютно доволен процессом Спасибо большое Да, конечно, мы не согласны с решением суда Мало того, что праздник был практически испорчен Так еще и денег мы теперь должны Давиду Гургеновичу Я категорически против решения уважаемого суда Мы будем обжаловать Мы будем обращаться в порядке регресса Потому что вопрос должен быть решен Мы считаем, что мы ни в чем не виноваты Истец требует возместить вред В связи с потерей кормильца И компенсировать моральный ущерб Ответчик с иском не согласен Не признает своей ответственности За гибель сына истца Прошу всех садиться Судебное заседание объявляется открытым Слушается дело по иску Кошелева Игоря Николаевича К обществу с ограниченной ответственностью вершина О взыскании единовременной суммы в счет возмещения вреда В связи с потерей кормильца И компенсации морального ущерба в размере 4 миллионов рублей У нас представитель ответчика общества С ограниченной ответственностью вершина по доверенности Доверенность, пожалуйста, передайте через пристану Да, пожалуйста Истец, пожалуйста, обоснуйте свои исковые требования Ваша честь Дело в том, что несколько месяцев назад У меня произошла Даже не знаю, как сказать Огромная трагедия Дело в том, что погиб мой сын И невестка Дело в том, что мой сын Решил поехать по туристической путевке От туристической компании О вершина в горы Потому что он там никогда не был Но они в интернете нашли эту фирму Очень были теплые отзывы И что мне особо хотелось подчеркнуть Там писалось, что Стопроцентная безопасность И очень-очень опытные Договоры у вас есть? Передайте, пожалуйста, через пристану Пожалуйста Продолжайте Туристический маржрут начинался с 1 по 12 мая Я с сыном был на связи Первые 5 дней Все прошло прекрасно Был день экскурсии День отдыха Потому что они боялись, что им будет очень тяжело Потом пришло сообщение, что должна произойти лавина Но проводник сказал, что такие сообщения приходят каждый день И если им верить, то в горы можно вообще не ходить И он убедил их пойти по этому маршруту Потому что мой сын именно из-за этого маршрута поехал В эту, если так можно выразиться, экскурсию Простите, истец, а вам-то эти обстоятельства откуда известны? Я общался с сыном по телефону по несколько раз в день Вот они пошли в этот день в горы И произошла трагедия Спустилась лавина Погибли мой сын, невестка Наталья И сам проводник Ваша честь Осталась внучка Инночка, 16 лет Я и моя супруга оформили над ней опеку Вот справка об опеке То есть вы выступаете сейчас в ее интересах? И в ее интересах также Жена моя, пенсионерка, получает 10 тысяч Я еще, слава богу, работаю Но получаю всего 37 тысяч То есть в общей сумме получается 47 800 Дело в том, что в 2017... А пособие на внучку по потере кормильцев? Да, тоже получаем, но там совсем немного Где-то около 19 тысяч Вот где-то вот так вот Дело в том, что в 2017 году Мой сын заключил договор о купле квартиры Он платил каждый месяц по 90 тысяч Вот есть, кстати, по этому поводу Договор Вот он, свидетельство о пенсии, о зарплате, об опеке Договор на долевом участии в строительстве квартиры Однокомнатные квартиры, да Однокомнатные квартиры И оформил ипотечный договор, чтобы выплачивать стоимость этой квартиры Совершенно верно Квартира стоила 5 миллионов Сын успел оплатить где-то 2 трети Где-то приблизительно 2 500 Плюс там проценты Но вот произошла такая трагедия К сожалению, наших денег на дальнейшую оплату Рассрочки квартиры никак не хватает Потому что, еще раз хочу повторить Какой ежемесячный платеж составляет? 90 тысяч Короче, Ваша честь Я прошу удовлетворить иск в размере 4 миллионов 2 миллиона на оплату квартиры Миллион на содержание внучки И миллион морального ущерба Потому что У вас заявлен иск о компенсации морального вреда В размере 4 миллионов рублей То есть вы хотите за счет компенсации морального вреда Покрыть все свои расходы Совершенно верно Ваша позиция суду понятна Ответчик, пожалуйста Вы с иском не согласны? Да, Ваша честь Мы с иском не согласны Его не признаем Мы, конечно, сочувствуем Исту Но, вы простите Нести расходы Которые за квартиру За содержание внучки Наша компания не намерена Ну, во-первых Наша компания Когда заключает договор Обязательно заключает и соглашение То есть страховое Значит, когда произошла трагедия у истца Страховая компания Ему выплатила денежные средства То есть страховку Ну, это какие-никакие Но все-таки деньги Это первое Погибшие были застрахованы Да, застрахованы Кто получил выплату? Я получил Вы получили выплату Сколько составила сумма? Ну, где-то около 100 тысяч Значит, потом Наша компания Взяла все На себя расходы По спасательным работам Также Наша компания Оплатила Перевозку тел Погибших С Донбая В Москву Это тоже Подтверждающие документы Имеются Через приставы Пожалуйста Суду передайте Продолжайте Ваша честь Потом Наша компания ИСЦУ На погребение Его родственников Оплатила 100 тысяч рублей Сам истец Нам написал Расписку Собственноручно Вот Она у меня тоже имеется Могу предоставить Да, пожалуйста Передайте Через приставы Истец Вы же не отрицаете Расписка о чем? Расписка о чем? В получении денежных средств От компании 100 тысяч рублей На погребение На погребение Да Поэтому мы не понимаем И считаем Что наша компания Полностью Все оплатила И выполнила Все обязательства Перед истцом И не понимаем Почему мы должны Еще за что-то платить У меня еще есть свидетель Которого Я прошу Чтоб вы его вызвали Давайте Допросим Вашего свидетеля Пригласите Пожалуйста Свидетеля истца В зал Свидетеля истца Войдите Добрый день Представьтесь пожалуйста Сергеев Валерий Станиславович Валерий Станиславович Вы приглашены в данное дело В качестве свидетеля Для отдачи показаний По делу Суд предупреждает вас Об уголовной ответственности За отказ от дачи показаний А также за задачу Заведомо ложных показаний Предусмотренных Статьями 306-307 Уголовного кодекса Российской Федерации Ответственность понятна? Да Пожалуйста Что можете по делу показать? Вы кем являетесь? Простите Я знакомый Кошелевых погибших Я 2 мая 2018 года Мы с женой приехали На эту турбазу Донбая Там познакомились С погибшими С погибшими Познакомились на турбазе Познакомились Мы вместе ходили В какие-то походы Вместе проводили время С ними Вне походов То есть на самой турбазе И когда нам 5 мая Сообщили Пришли сообщения Нам тоже пришли сообщения О опасности схода Лавин Мы очень расстроились Потому что это был Главный поход Вот 6-го Он должен был пойти Ради него Мы туда и приехали Вот Мы подошли к проводнику Спросить Насколько опасно Это предупреждение На что он Смеясь и улыбаясь Нам сказал Что эти предупреждения Тут чуть ли не каждый день И что Если бы И что если бы Они их слушали То вообще бы Никогда База не открылась А погибшие Что ответили? Ну Мы сначала Выразили сомнение Но он Он показал нам Оборудование Он сказал Что все в порядке Мы посовещались И решили Что Ну Если нам профессионал Говорит Плюс ко всему Он сказал Что Если вы заплатили деньги То долг компании Сходить Отвести вас туда То есть Любой За ваши деньги Вы-то пошли? Я не пошел К сожалению 6 числа С утра У меня поднялась Высокая температура Я не смог идти Моя жена Осталась со мной А вот они пошли И погибли Я Теперь не успокоюсь Пока не добьюсь Вот от них Чтобы они отвечали По полной строгости Закона Да Ваша честь Еще раз хочу Почеркнуть Гарантировал Полную безопасность И что у него Огромный опыт Что его типа Зовут Тигр снегов Он проведет Хоть к самому К черту Ваша честь Вы знаете У нас все сотрудники Обучены Все профессионалы И мы Когда Они обучены Обучены У вас Дети Не зарабатывают А люди погибли Все сотрудники У нас обучены И если какие-либо Происходят Форс-мажорные обстоятельства А сход лавины Это как мы понимаем Форс-мажорные обстоятельства Всегда 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 Наш свидетель Послушайте Дайте мне пожалуйста Сказать Всегда Все проводники Как правило Предупреждают Туристов Да Не ходить Более того Мы не знаем вообще На самом деле Что там произошло Потому что Может быть Заждали Его воюн Зашло Он нас убедил Идти Потому что Надо Свидетель Вы с температуры Лежали Я с температуры Лежали Вы присутствовали При разговоре проводника С погибшими Я присутствовал при разговоре Когда 5 числа Он нас уговаривал Вот Когда они пошли в гору Вы присутствовали? Нет Поэтому Ваша честь Быть такого не может Что он их повел Когда сошла лавина То есть я так предполагаю Что это было Мы же тоже не знаем Что там произошло Мы тоже не знаем Да Трудно судить Что могло бы быть Что не могло бы быть Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе И почему вообще Я здесь должен находиться Меня эти овощи Не парят глубоко Ответчик Вы здесь находитесь Потому что Не умеете уважать Чужую собственность Вы не понимаете Что ваша правовая свобода Заканчивается там Где начинается Правовая свобода Другого человека Квартиранты Пользовались частным домом И землей Шесть лет Выращивали овощи Которыми питались Всю зиму Что делать Если посредине лета Хозяйка продала дом Как оценить труд И с кого получить Стоимость урожая Оглашается решение суда Суд рассмотрев материалы дела Заслушав объяснение Стороны показаний Свидетеля Решил В удовлетворении Иска О возмещении Материального ущерба В связи с потерей Кормильца И компенсацией Морального вреда Отказать Суд отказывает В удовлетворении Иска По следующим основаниям По договору Возмездного Оказания услуг Исполнитель обязуется По заданию Ответчика Оказать услуги А заказчик Обязуется Оплатить эти услуги Между сыном Истца И ответчиком Был заключен договор На оказание Туристических услуг Который Включал прохождение Сложных горных Маршрутов Что подтверждается Представленным договором Ответчик фактически Свои услуги Оказал в полном объеме Однако в результате Форс-мажорных Обстоятельств Сын Истца погиб Ответчик уведомил Погибших О возможных рисках Представляющих Повышенную опасность Для жизни И здоровья Туристов То есть Исполнил Обязанность В соответствии Со статьей 14 Федерального Закона Российской Федерации Об основах Туристской деятельности В Российской Федерации О чем свидетельствует Подпись в договоре Турист Должен соблюдать Во время путешествия Правила личной безопасности Данное правило Также предусмотрено Указанной правовой нормой Погибшие Были уведомлены В свободных условиях В горах Однако Сами добровольно Приняли решение Пойти в горы Никакого принуждения Со стороны проводника Не было Данные обстоятельства Не нашли своего подтверждения В судебном заседании Каких-либо доказательств Убедительных для суда Подтверждающих данные обстоятельства Сторонами не представлены Поскольку Отсутствует вина Ответчика В смерти сына Истца и жены Его супруги Поэтому ответчик Не обязан Возмещать расходы В связи с потерей Кормильца И моральный вред Я приношу вам Соболезнования За потерю близких Родственников Однако В данном случае Закон Есть закон Решение суда Понятно? Да, ваш член Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда В иске отказать Вы знаете, я просто в шоке Не знаю, как буду смотреть В глаза своей внучки Потому что Тех денег, что мы получаем На воспитание ребенка не хватает Я пойду выше Дойду до самого Но дело так Не оставлю Мы удовлетворены Решением Судьи Согласно законодательства И надеемся, что Впредь нам не нужно будет Больше сидеть с отцом Истец требует Материальной компенсации За утраченный урожай Ответчики Иск не признают Прошу всех садиться Судебное заседание Объявляется открытым Слушается дело По иску Дубинина и Раисы Филипповны К ответчикам Зотову Арсению Михайловичу И головиной Зинаиде Сергеевне Иск заявлен О компенсации Материального ущерба В размере 289 700 рублей Пожалуйста, истец Поясните суду В чем выражается Материальный ущерб В такой значительной сумме Ваша честь Дело в том Что вот эти неледи Оставляют нас просто На краю жизни Оставили мы зимой Без выражения Это ответчики у нас Мы можем Но мы можем зимой Просто умереть с голоду Дело в том Что мы 6 лет снимали дом Мы приехали из Узбекистана Мы жители Вообще Российской Федерации Но вот в России Сейчас оказались без жилья В Воронеже мы снимали дом И у нас изначально был с хозяйкой Этого дома договор Что если она вздумает продавать этот дом То она нам продаст Подождите, подождите Вы снимали дом у ответчицы Правильно я вас понимаю? Ну да По договору аренды По договору аренды С земельным участком 20 соток Да, вот у нас есть Кодатровые документы С земельным участком Вот есть договор Договор Передайте, пожалуйста Документы через судебного престола Дело в том, что Мы люди простые И для нас жизнь Мы живем просто тем Что вырастим на огороде Мы работали хорошо Не разгибая спины Я муж У меня две дочки У нас хорошие урожаи были По 20-50 килограмм всего И вот Как гром Среди верностного неба Я продаю дом Прокупайте за 900 тысяч А мы сроду таких денег Ваши дети не видели Дело в том, что Вот у меня есть газета Такие дома стоят 400-500 тысяч Не больше Это бы мы насобирали У друзей Назанимали бы То есть во время действия Договора аренды Ответчик решила дом продать Да Правильно? Да Предложила вам цену 900 тысяч рублей Да У вас таких денежных средств Не было Да Соответственно Вы не смогли приобрести Данный дом Ну мы просили хотя бы На месячок Отдовинуть Чтобы это было В середине июля Что в августе-сентябре Мы снимем вот этот урожай Который мы взрастили Заберем и уйдем Нет Не эта зинка сволочная Это не пошла Не они Мы умоляли На коленях Просили Давайте без оскорблений Просили Пожалуйста Дайте нам собрать Наш урожай Нет Они нас выкинули Мы в сарае Просто сейчас теперь Живем Ютимся А им все равно Они друзей приводят Наши огурчики Помидорчики Не лопают Вообще не думают О нашей жизни А у нас Моей дочке Двое деток Ваша честь По-моему Нашим законам Не утверждено Сколько денег Я могу взять За это То есть вы требуете Возместить вам Материальный ущерб За те посадки Да За те посадки За наш труд Который мы слим Мы по крайней мере Сможем Как-то снова это начать Снять жилье И как-то начать Новую жизнь И вот этот труд В каком размере Ответчик Ответчик В каком размере Вам причинен Материальный ущерб Вы считаете 289 Вот пожалуйста Я просто Чтобы четко Вам все изъяснить Смотрите Мы собирали лук Отборный Красивейший Посмотрите У меня есть фотографии Какые мы делали Огороды Какие сады Посмотрите пожалуйста Лук отборный Мы собирали По стуке Килограмм Они выросли Вот на сколько он Отборный Я штрафую вас На тысячу рублей За нарушение порядка Судебного наседания Понахапали в Москве Денег Приехали сюда Нас последнего Лежают Успокойтесь Пожалуйста Воды принесите Пожалуйста Успокойтесь Пожалуйста Успокойтесь Как же тут успокоиться Если семья на улице Есть нечего Правильно я вас понимаю Что после продажи Дома Соответственно Земельного участка Ответчикам Вам какой-либо срок Был предоставлен Для Нас сразу выкинули Сразу? Нас сразу выкинули Мы просили месяца срочки Срочно собрать урожай Дубинина врет Прямо напропалую Я ей предложила Купить первой Отвечет Я сейчас не ваш спрашиваю Предложила купить Но потом Пришли хозяева Новые по факту Выкинули За месяц раньше Которых вы тоже просили Всего лишь месяца Крошит Какое отношение К вам мы вообще имеем? Отвечет У нас документы На покупку дома Замечательно А что вам мешало Нашу забрать? Это наш урожай Мы не продавали Земля Ваш огород Потрясающий Дом Все теперь мое Он вам чинил препятствия В пользовании Теми посадками Которые вы произвели На арендованном вами Земельном участке Мы только из-за ворот Поглядываем Как они все мило Все это поедают Пожирают Где мы поедаем? Мы не касались Даже вашего огорода Несчастного Истец Пожалуйста Передайте фотографии Расчет ваш Расчет ущерба Я это вам все передам И ваша честь Будьте любезны Я бы хотел понять Вот в этом деле Какую роль я играю Какие претензии Вот у этой женщины Ко мне конкретно А кто выселял Эту истецу? Я ее не выселял Это дом мой Бумаги Все это подтверждает Вот я купил дом Дом ваш Урожай наш Да не нужен мне Ваш урожай нафиг Вот забирайте Пожалуйста Это не все Что значит не все? Все что были Собрали Вот как выращиваете Так получается Истец 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 Вы пока успокойтесь Мы пока допросим Ответчик Пожалуйста Ответчик Вы являетесь Новым собственником Дома и земельного участка Являюсь Бумаги подтверждают Это Ситуация простая У меня в соседнем доме Живет знакомый Друг Я к нему приезжаю Недавно на выходных Мне очень понравилась Это земля Мне понравился участок Я прихожу к женщине Звоню в дверь Я спрашиваю Окей Скажите Вы продаете этот участок Какую сумму готовы? Она говорит 900 тысяч Я вообще слова не сказал Хорошо Не вопрос Я был рад Что я смогу жить Рядом с другом Я плачу 900 тысяч Получаю бумаги Спокойно заезжаю Там какие-то посадки А вы знали Пред заключении договора Купли-продажи Вы знали Что данный Земельный участок Сдан в аренду Истцу Понятия не имел Это меня никаким образом Не касается Кто что там выращивал Хорошо Когда вы приобрели Приехали на земельный участок Вы Там ничего не было Там вещей никаких не было Где-то росли Какие-то овощи Меня это не касается Как это Какие-то овощи 20 соток Мне было сказано Что Вы только сейчас узнали О требовании Которые истец предъявляет Да Разумеется Что она к вам не обращалась Я понятие Это не было обращение Каждое утро Через забор Перелазит несколько голов И начинается вопли Отдайте нам наши овощи Отдайте нам наш огород Я понятия не имею Кто эти люди вообще Это вообще Почему Она же у меня снимала Не у него Она снимала у меня 6 лет И платила 5 тысяч Всего в месяц Я вас не спрашиваю Сколько она вам платила Вас это устраивало У вас договор аренды был заключен Договор аренды Вас это устраивало Но за месяц Я ее предупредила Но договор может быть Расторгнут в одностороннем порядке На каком основании Вот эта женщина Предъявляет претензии И почему вообще Я здесь должен находиться Меня эти овощи Не парят глубоко Ответчик Вы здесь находитесь Потому что не умеете Уважать чужую собственность Каким образом не умею Я деньги заплатил И есть предъявлен к вам И вы не понимаете Что ваша правовая свобода Заканчивается там Где начинается правовая свобода Другого человека Так заключение сделки Оно меня не касалось Почему сейчас Мне это должно касаться Когда земля уже моя Потому что надо было видеть И знать Что урожай наш Потому что законом Предусмотрено ограничение Даже права собственности Каким образом? Вот перед тем Как покупать земельный участок Должны были выяснить Не обремелен ли он Другими обязательствами Я получил землю Я получил ее абсолютно законно Я получил дом Который на этой земле находится И в том числе Вот этот огород Я имею полные права На эту землю Это ведь никто не оспаривает Правильно? Завтра Я пригоняю строительную технику Всю эту огородную историю Закатываю в асфальт И делаю там то Что я хочу И считаю нужным Кто станет в асфальт? Я не вижу Не покажу Уберите ее Господи Это мои труды Адекватные Нормальные Господи Извер Когда вы выяснили Что до покупки Вами земельного участка Данный земельный участок Был обременен договором аренды С истцом Между Заключенный между истцом И бывшим собственником Почему вы считаете Что если вы купили дом И земельный участок То можете нарушать Права и законные интересы Других лиц Я приезжаю конкретно Я спрашиваю Могу я купить? Можешь? Я говорю Здесь сейчас какой-то огород Это люди Которые снимают Я говорю Они какое-то право На это все имеют Нет Я их могу выселить В течение недели Они даже непрофессионные были Что от меня еще требуется Я даже посмотрел В этот договор Там сказано В течение недели Их выкидываю Ответчик Что ответчик? Инсультации я вам давать Не собираюсь Я вам еще раз спрашиваю Почему вы Правовыми основаниями Не поинтересовались Если участок Который вы приобрели Был до этого Обременен договором аренды Каким договором? О чем вы вообще говорите? Вот этим договором аренды Так это договором может быть Расторгнут в течение недели В одностороннем порядке Вы Где не может Откройте Желке Палка его Штраф Тысяча рублей Ваша честь Потом Она Такие цены Ставит на свои овощи Вот я Ценник взяла Сколько стоит У нее Пятьдесят Она пишет Рублей стоит Картофель А на самом деле Восемь Пятнадцать рублей Лук А у нее Пятьдесят Откуда Такие цены И потом Работала Она подтверждает Истец Чем подтверждает Посмотрите на это Господи Три килограмма Как это фигни Я вас сейчас Удалю Из судебного заседания Ну это безобразие Вы сюда зачем пришли? Права свои отстаивали? Нет Или поорать? О законе Хотим О законе? Да Тогда не надо мне цены показывать Из оптовых магазинов А я хочу понять Какие ко мне претензии Из решения суда Поймете Какие к вам претензии Из искового заявления Надо было внимательно читать Там все написано Какие к вам претензии Что вы причинили Материальные вреды Суни Это чужой урожай Это мое Какой урожай? Земля моя Земля ваша Урожай мой Да вы сказывайте Свои претензии Кому хотите Ваша честь Кроме меня Вот предыдущий Вот я пришла В суд за помощью От вас защитить Ответчик Зотов Удаляетесь Из зала судебного заседания Помогите пожалуйста Покинуть зал судебного заседания Я не иду никуда Я хочу дослушать В чем будет претензия Покиньте зал Нет Послушайте Я хочу дослушать Чем это кончится Покиньте зал судебного заседания Я не покиню Зал судебного заседания На решение суда Вас пригласят Покиньте зал Ко мне какие претензии? Урожая дай. Какой урожай, когда в этом году град все у тебя побил? Это у вас уже побил, а у нас 2-3, 6-й снесло в пассивнике. Истец. А тебе урожай на 300 тысяч? В соответствии с вашим расчетом вы утверждаете, что вам был причинен вред на сумму 289 700 рублей. Вы настаиваете о удовлетворении требований. Требования определяете к обоим ответчикам, правильно? И все-таки, вот как вы думаете, кто виноват в этой ситуации? Бывший собственник или новый собственник? Ну они оба виноваты. Ну конечно, больше бывший, потому что она могла бы месяц подержать. Но и они бы могли месяц подержать. Просто дать собрать нам урожай. И все, мы больше не требовали. Мы не претендовали. Хотя изначально она обещала именно нам дом продать, понимаете? Она хочет вернуть те деньги, которые за 6 лет оплатила. Суду понятна, суд удаляется в совещательный конкурс. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, оценив совокупности все представленные сторонами доказательства, решил иск удовлетворить, взыскать соответчика в пользу истицы в счет возмещения материального ущерба 289 700 рублей. Суд взыскивает в пользу истца материальный ущерб с ответчика Зотова. По следующим основаниям. Суд не удовлетворяет исковые требования, предъявленные к бывшей собственнице жилого дома и земельного участка, поскольку все правоотношения между ней и истицей прекратились после продажи ответчиком дома и земельного участка. Данные правоотношения по фактическим договорам найма жилого помещения и аренде земельного участка перешли к новому собственнику данной недвижимости. Суд удовлетворяет требования о возмещении материального ущерба, связанного с потерей урожая, предъявленные к новому собственнику дома и земельного участка, поскольку на основании положений статей 617-675 Гражданского кодекса Российской Федерации переход права собственности от одного лица к другому не влечет расторжения или изменения как договора найма жилого помещения, так и договора аренды земельного участка. Че, издеваетесь, что ли? Судом установлено, что со стороны нового собственника имело место грубое место нарушения прав и законных интересов истицы и членов ее семьи. Каких? Правилами части 2 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если срок аренды недвижимого имущества не определен сторонами, тогда каждый из сторон вправе отказаться от аренды недвижимого имущества, предупреди в другую сторону за 3 месяца. Ответчик в нарушении установленного законом порядка в недельный срок после приобретения недвижимости выселил истицию членов ее семьи из дома и воспрепятствовал дальнейшему пользованию ими земельным участком. Так земля моя! Данные действия ответчика являются самоуправством и он может быть за них привлечен к административной ответственности по ст. 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в случае несущественного ущерба. А если причиненный ущерб является для потерпевшего лица существенным, тогда может наступить уголовная ответственность по ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также суд выносит постановление о привлечении ответчика Зотова к административной ответственности по ст. 17.3 Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение требований судьи и назначает ему наказание в виде 15 суток административного ареста. А штрафанули на 2 тысячи, мало? Также суд выносит постановление ответчика Зотова взять под стражу в зале суда. Какую стражу? Дело закрыто. Вы что, вы издеваетесь? Стоп! Как хорошо, что здесь суд! Стоп! Вы, вы меня... У меня 300 тысяч. За что? У меня 300. И еще 2 тысячи. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что у нас есть суд, где можно найти защиту на это бесправие, на это царствие денег. И можно прийти и вот так вот, теперь я спасена, и на эти деньги смогу начать снова жизнь, делать снова огород, и я теперь знаю, что я перезимую. Нельзя было всю сумму вешать На нового владельца Надо было дать десятую часть Ей за семена Остальное все она не заслужила Ну и эти зять ее пропьет Ничего у нее не останется А эти деньги в добро я не пойду Как была нищей, голой и босой Так и останется Бери все На гроб копила Все продается и покупается Меня продали как какую-то вещь вместе с квартирой Любовь Конечно хочу денег, еще бы Моя любовь дорогого стоит Тело Ну может пристав хотя бы потрогать Вам принципиально установить истину Мне принципиально установить истину А как мы ее поймем, если нет тактильного контакта Душа На потерю дружбы, верности, чести И все ради денег И все ради денег Битва за деньги продолжается В этом суде перебивать могу только я Для вас эта услуга платная Окончено слушание дела Значит мы будем подавать низк на вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!